Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию в эти жаркие дни летнего солнцестояния Геката, глава 37 История любви Читает Лора Приветствуем вас, дорогие наши! С вами Геката и Великие Зочи Строительная служба Абсолюта Вы уже так много знаете о Великом Переходе В ваших кругах все о нем говорят Делая при этом такое важное лицо Ну, как вы думаете, если к вам подойдет ребенок с вопросом Скажи, а кто и куда переходит на самом деле? И зачем, собственно? Сможете ли вы объяснить этому мудрому малышу, что происходит? Задумайтесь на мгновение И задайте этот вопрос самому себе Кто переходит? Возможно, вы поспешите ответить Я перехожу Но кто это вы? Здесь нужно было бы сделать соответствующую паузу Чтобы дать вам возможность погрузиться В этот чрезвычайно важный вопрос Мы уже говорили вам о структурных элементах человеческого существа И сегодня мы снова затронем эту тему Дух, душа, сознание, тело Вернитесь к этому нашему разговору И освежите его в памяти Глава пятнадцатая И пока еще не до конца познаваемая для вас Еще одна знаменитая кошка Юмор зодчих Они имеют в виду кошку Шрёдингера Символ квантовой суперпозиции Которая может быть в определенных условиях И живой, и мертвой одновременно Смотрите квантовая физика Если бы вы захотели узнать, какой характер у духа То мы бы сказали вам Что основная черта его характера Это любознательность А основная особенность Неутомимая фантазия Вы никогда не думали Почему ваши маленькие дети Когда только начинают говорить То говорят о себе в третьем лице Это интересный вопрос Не правда ли Это не я разрисовал фломастерами стену в гостиной Это сделал маленький Льюис Юмор зодчих Душа Нам приходится пользоваться этими определениями Потому что других у вас нет И слова душа в ваших человеческих языках Множество значений И тем не менее Душа уже не так неуловима, как дух Мы рассматриваем душу в контексте человеческого восприятия Поэтому вынуждены несколько упростить Душа – это самая первая одежда, которую конденсирует для себя дух Когда хочет начать чувствовать В этой величественной и прекрасной структуре Хранится весь опыт чувственного восприятия Приобретенный во всех полях В которых пребывал и действовал дух Душа реализует желание духа Оперировать в любых пространственно-временных конфигурациях На уровне души начинаются первые определения Определение направления движения Здесь квантовая суперпозиция духа впервые находит себя В том или ином конкретном состоянии На уровне души начинаются первые определения Определение направления движения Здесь квантовая суперпозиция духа Впервые находит себя в том или ином конкретном состоянии Направление движения задается тем, что вы называете чувством Чувство – это кровь Чувство – это кровь души То, что течет по ее артериям и венам Говоря образным языком Переходит ли душа куда бы то ни было? Ответ – нет Душе нет необходимости совершать переходы По причине ее непосредственной близости к духу Душа – это хранилище И у души, в отличие от духа, есть возраст Так как есть точка отчета Есть, пусть и неизмеримо далеко Тот момент, когда она была выдохнута Духом на поверхность из глубин всего, что есть Именно из хранилища души вы можете черпать Глубочайшую мудрость и опыт Именно душа дарит вам ощущение бесконечной и безусловной любви и изобилия Именно в ней вы прикасаетесь, когда погружаетесь в глубокую медитацию Душа огромна и представляет собой фрактал изумительной красоты Ошибочно было бы думать, что одна душа приходится на одного человека Это далеко не так И одна душа ведет по жизни множество людей Это подобно огромному дереву, дорогие наши, где ветки – это разветвление фрактала души А люди подобны листьям, которые впитывают свет творения И передают капельки своего опыта на вечное хранение в могучем стволе и в корнях Где этот опыт человеческих чувств будет доступен всем Кто пожелает к нему прикоснуться? Если бы только вы могли видеть это прекрасное древо своими глазами То замерли бы в благоговении перед его красотой Ибо нет ничего прекраснее в мироздании, чем древо души Когда вы говорите о родственных душах, то вы говорите о веточках, которые расположены на древе рядом друг с другом Их много, дорогие Они вокруг вас И эта семья очень многочисленна Возраст древа души – это возраст самого мироздания Древо не совершает переходов Оно делает то, что и надлежит делать дереву Оно растет, увеличивается, собирает и хранит Если не дух и не душа, тогда что же совершает? На самом деле великий переход, о котором все говорят Вы уже догадались, не так ли? Ответ – сознание Мы уже говорили вам, что представляет собой сознание Это операционная система Интерфейс Это прозвучит для вас непривычно Но если вы задумаетесь на мгновение, то вы поймете, о чем мы говорим Нужно ли душе или духу повышать свои вибрации? Ответ – нет Потому что у них и так уже самые высокие вибрации из всех возможных значений Совсем иначе дела обстоят с вашим сознанием Как, впрочем, и с любым другим сознанием в мироздании Включая разного рода группы и конгломераты сознаний Что такое интерфейс или операционная система для ваших вычислительных машин? Это программа, не так ли? Это специальным образом настроенная программа для управления и обслуживания работы других программ и приложений Поэтому вы и встречаете в некоторых источниках такое выражение, как программа человека Некоторым из вас это не нравится Потому что они не собираются мириться с тем, что их называют программой И правильно делают, что не собираются Программа под названием сознание – это ваш инструмент, а вовсе не вы сами Это чрезвычайно сложный инструмент И вы пока еще не научились толком им пользоваться Потому что основную часть работы выполняет то, что мы называем системой жизнеобеспечения Так вот, дорогие наши Вся эта кутерьма, вся суета с повышением вибраций Происходит только по причине того, что настройки интерфейса больше не соответствуют запросам духа Наступает время, и это происходит строго по графику, когда материя и дух становятся ближе друг к другу Дух может проявляться все больше и лучше в материи А материя становится мягче и податливее Так что дух уже не причиняет ей столько болезненных ощущений Вас удивляет наша формулировка? Жесткое рентгеровское излучение вам покажется легким ветерком по сравнению с излучением чистого духа Импульс чистого духа, облаченный в прекрасное одеяние души и держащий в своих руках сложнейший инструмент сознания При помощи которого он проявляет творение в материи Вот кто вы на самом деле Ваша сила – это дух Красота – это душа Мудрость – это сознание Творчество – тело Вот кто вы Вдохните это определение глубоко, как вдыхаете чистый воздух жизни, ибо оно является истинным Но откуда тогда так много страданий в мире, если вы все столь прекрасны? Вернемся к вашему сознанию, так как суть проблемы кроется именно в нем Этот инструмент весьма чувствителен к разного рода влияниям Без этого не обойтись, так как иначе взаимодействие было бы крайне затруднительным И реальный опыт получить было бы невозможно Но что мы имеем на данный момент времени? Мы имеем фактически бесполезную груду испачканных и заржавевших деталей в том месте, где когда-то был эффективный и продуманный инструмент Задача состоит в том, чтобы почистить эти детали и собрать из них новый инструмент, который будет даже лучше прежнего, если постараться Вы уже начали учиться избавляться от элементов, блокирующих, исцеляющие процессы, и это прекрасно Вы учитесь очищать детали от ржавчины Перед вами еще много работы Вы проводите настройки Вы хотите настроиться на нужную радиостанцию Мы помогаем вам, усиливая сигнал Мы, разумеется, сохранили все схемы и планы По которым проводилась конфигурация вашего сознания И у вас есть к ним доступ Работа по восстановлению кипит, дорогие Но где же оно находится, ваше сознание? С технической точки зрения оно находится в вашей ДНК Через ДНК происходит настройка Ваше тело является прямым продуктом вашего сознания Вы уже догадались Следовательно, мы обращаемся сейчас к тем из вас, у кого проблемы с физическим телом Эти проблемы в сознании Именно сознание конденсирует телесную оболочку Выстраивает ее Мы говорили вам в прошлый раз О конденсации материи Именно это и происходит Когда человеческий эмбрион Выстраивается в строгом соответствии с чертежами Предусмотренными ДНК И этот процесс не прекращается ни на мгновение Он длится всю вашу жизнь Каждый ваш вдох передает новые настройки А каждый выдох представляет элементарные частицы в ваших телах В соответствии с ними Мы не случайно обратились к образу дыхания Чтобы описать этот процесс Если вы задумаетесь на несколько секунд Ровно на несколько Сколько вам понадобится, чтобы сделать новый вдох То поймете, почему творение больше всего похоже на дыхание Сознание имеет свойство расширяться И это его техническая характеристика Расширение сознания как таковое не зависит от чистоты ваших помыслов и ваших добрых дел Возможно, это покажется вам неожиданным Но такова реальность Сознание имеет ячеистую структуру Подобно сети или матрице Сеть растягивается Таковы правила перехода И это ведет к увеличению размеров и количества ее ячеек Если вы представите себе этот процесс буквально То вы увидите, как в этой сети появляются дыры Если не заняться вовремя их заполнением То в этих дырах могут возникнуть области отрицательного давления В которые может заглянуть то, что вам вовсе не хотелось бы там иметь Сознание расширяется Сознание повышает вибрации Сознание превращается в осознание Что это значит? Это означает, что вы осуществляете калибровку сложного инструмента Руководствуясь опытом, приобретенным в вашей повседневной реальной жизни Вы сами меняете установки, которые были прописаны по умолчанию Вы можете это? Вы не знали? Потому что есть обратная связь Человек, ходящий по земле или любому другому небесному телу Может воззвать к тому самому изначальному импульсу Чистого духа внутри себя Может протянуть руку и дотронуться до первого и единственного измерения И нам трудно сдерживать слезы радости Получив возможность сообщить вам об этом Все это история любви, дорогие Почему вы так любите фильмы и рассказы о любви? Почему вы влюбляетесь в персонажей ваших книг и кино? Ваших музыкантов и артистов? Почему тратите такое огромное количество энергии На поиск и переживание этого замечательного состояния? Мы знаем вас лучше, чем вы думаете Мы видим, как вспыхивают и разгораются огоньки ваших сердец Мы сейчас обращаемся к каждому из вас Вспомните свою историю любви Вспомните лицо вашей любимой или возлюбленного Вспомните их тепло и запах их тела Который заставил ваши сердца трепетать Вспомните прикосновения их рук Вспомните те ощущения, которые испытывало ваше тело Не стыдитесь этого, дорогие наши духовно просветленные Тело такая же важная часть целого, как и дух Не случайно у слов целое и поцелуй один и тот же корень Не говорите, что это было так давно Ибо время всего лишь иллюзия Эти моменты с вами и живы всегда Древо души с радостью поделится сокровищами своего хранилища В любую секунду Вам нужно только попросить его об этом И вас захлестнет чувствами невиданной силы Возможно, вы вспомните свою историю любви Которая разыгралась в совсем другом Очень далеком отсюда месте Возможно, небо было другого цвета И звезды в нем были совсем не такими, какими вы их сейчас видите Вы скажете Это далекое прошлое Нет Это все на самом деле происходит прямо сейчас В измерении духа нет прошлого и будущего Что при этом происходит с вашим сознанием? Оно расширяется Оно наполняется Оно образует новые ячейки оперативной памяти Чтобы обеспечить постоянный доступ К прекрасным сокровищам опыта любви Ячейки памяти Осознанно наполненные светом Никогда не опустеют Свет не уйдет из них никогда А тьма не сможет войти туда, где живет свет Любовь вытесняет страх Пришло время вспомнить и оживить свою историю любви Благодарю за прекрасную информацию, дорогая Геката И великие зодчие Лия Лемберг Маленькое дополнение Дорогие друзья Вот сейчас будет вопрос Как? Как мне достичь этого? Ничего не надо достигать Я здесь и сейчас выражаю свое намерение В кристалле, объединяющей любви Вместе со всеми Оживить И вспомнить свою историю любви Я здесь и сейчас прошу Наполнить меня энергиями вселенской любви Я здесь и сейчас в благодарности, в смирении, в любви и гармонии С вами в летнем солнцестоянии Дорогие друзья, этот период еще идет Используем все шансы и осуществляем свои мечты Выражаем свои желания Принимаем эти чудеса и дары Все в наших руках Продолжение следует...